Я прям такая вся сижу в очках, такая профессоры, мадам-профессоры, мадам-прокуроры. Всем привет! Дита из Канады. Сегодня мы с вами болтаем. Видео будет на такую сложную тему. Елена Проклова дала интервью, где рассказала очень много подробностей своей, так сказать, карьеры в кино. И вы, наверное, все видели это интервью. Кто не видел, я могу вкратце рассказать, что там было. Карьера Елены Проклова в кино началась в ее глубоком детстве. Она еще была совсем маленькой девочкой и поднялась до невероятных высот. Все мы помним эту актрису, все мы ее, конечно, знаем. Если честно, для меня это актриса из фильма «Мимино», та самая Лариса Ивановна, которую все хотели. И я должна сказать, что она действительно в этом фильме. Потрясающе красивая женщина. Женщина мечта, что называется. Собственно, она когда давала интервью, она говорила, что именно эту роль женщины мечты режиссер хотел, чтобы она сыграла. Я, если честно, про личную жизнь Елены Прокловой знаю очень мало. Как так получилось, что она несколько старше меня. И когда она начала сниматься, я была еще, в общем-то, девчонкой-подростком. А потом она как-то вот ушла из моих радаров. Но сейчас как бы я не то, чтобы я слежу за тем, что происходит в шоу-бизнесе. Мало я слежу. По той же простой причине, что я очень многих героев нынешнего шоу-бизнеса вообще не знала практически. Поэтому в большинстве своем все эти программы интервью и всяческие вот эти вот разоблачения я не смотрю. Потому что я вообще не знаю, о ком речном про Елену Игоревну Проклову. Я, конечно же, знаю. Поэтому мне стало это интересно. Тем более, что интернет взорвался, интернет гудел. И, в общем-то, конечно, мне было интересно. Я посмотрела. Я еще вот что хочу сказать. Взялась я за эту тему еще и потому, что живу я в стране и, так скажем, на континенте, на котором тема вот та, о которой шла речь в этом интервью, она более чем популярна, так скажем. Уже несколько лет, много лет мы живем в царстве движения Метту. Вы тоже, наверное, все знаете, что это такое. И, в общем-то, все голливудские скандалы, и не только голливудские. И, в общем-то, все это, вокруг этого крутится очень много историй, очень много скандалов в Канаде, в Соединенных Штатах. Эта тема такая очень больная. Поэтому вот решила я посмотреть это интервью. Посмотрела, и сейчас я вам расскажу, что я думаю на эту тему. Опять же, под призмой вот того государства, где я живу, той ситуации, в которой находится Северная Америка сейчас, вот касательно этих вот всех вопросов. Поэтому вот именно вот в связке с движением Метту и со всем тем, что происходит сейчас в Северной Америке уже несколько лет. Посмотрела я интервью Елены Прокловой в передаче «Вопрос на миллион», где она признавалась в том, что, в общем-то, в возрасте от 12 до 15 лет она подвергалась домогательствам взрослых дядек там на съемочной площадке фильмов, в которых она играла. Просто домогательством, а, в общем, таким довольно активным, активным домогательством. И я могу ей поверить. Я не могу сказать, что я не поверила ей. Я поверила ей, потому что... Еще и потому, вернее, что это была такая практика, существующая во всех странах в области шоу-бизнеса. Не только в Советском Союзе в те годы. Это было в Голливуде. Это было в любом театре, в любом месте, где существовал шоу-бизнес. Певцы, артисты, все прекрасно знали, как получать роли и как пробиваться на сцену. Все про это знали, все про это молчали. Причем это было по всему миру. И, в общем-то, это считалось нормой. Это считалось нормой, что я сразу скажу, что я считаю, что это не должно быть нормой. И это абсолютно 100% порочная практика, которая существовала во всем мире, тем более, тем более, когда это касается детей. Поэтому я абсолютно верю Елене Прокловой, что все, что с ней происходило, это правда. И я верю, что она молчала. И тогда она об этом не говорила, потому что признаться в этом было стыдно. Это были такие запрещенные темы. Говорить на эти темы было стыдно с родителями, с друзьями, с кем угодно. Тем более, что она была, в общем-то, невинной 12-летней девочкой, ребенком, который вообще не знал, откуда берутся дети. Это были 60-е годы, не забудьте, даже не 70-е, не 80-е, не 90-е, 60-е. Тогда вообще, так сказать, детей в капусте находили. И как кричала одна дама, что в Советском Союзе секса нет. Поэтому можете себе представить, что творилось в голове 12-летней девочки, когда взрослый дядька стал распускать руки и приставать к ней на съемочной площадке. И этому дядьке, конечно, надо было отрезать и эти руки, и то место, к которому он к ней приставал, потому что воспользоваться невинностью, беззащитностью ребенка 12-летнего – это надо быть последним подонком и подлецом. Ну, причем против ее воли, против ее желания. И это был один из первых эпизодов, о которых она рассказала. А потом она рассказала о связи с известным артистом, имя которого она не назвала. Двухлетней связи. И, в общем-то, это вызвало некоторое у меня... Ну, я тоже могу это понять. Он был кумир, он был кумир всех девушек и женщин того времени, по ее словам. Потому что, повторюсь, имя она не назвала, и имя она не назвала, но мы с коры на расправу, и мы все знаем без имен. И как бы по интернету тут же понеслись версии, кто этот человек. И, в общем-то, версия практически одна единственная, кто этот артист. Я не хочу это здесь называть его имя, просто потому что я не хочу повторять слухи и сплетни, которые, на самом деле, бродят сейчас по интернету. И, в общем-то, по той лишь еще причине, что мы забыли все о презумпции невиновности. И мы считаем, что интернет считает, и люди, которые сидят в интернете, считают, что они могут обвинять кого угодно в чем угодно, без того, чтобы вообще иметь какие-то доказательства. Кстати, эта тема очень больная, опять же, снова в той стране, в которой я живу, по той лишь причине, что на эту тему презумпции невиновности не существует. Если женщина сказала, что ее кто-то там обижал, когда-то трогал, говорил ей какие-то вещи и так далее, то мужчина, на которого она показывает пальцем, становится сразу виноватым. Никто не будет разбираться, никто не будет доказывать, никто не будет делать какие-то исследования и расследования. Все сразу скажут, на него покажут пальцем, он виноват. И, в общем-то, жизнь и карьера его уничтожены на всю оставшуюся жизнь. Но об этом попозже я хочу поговорить, потому что это как бы связано между собой. Так вот, Елена Игоревна сообщила, рассказала о том, что у нее была двухлетняя связь с неким артистом, очень известным, очень популярным. И, опять же, я могу это понять даже потому, что, в общем-то, ну, вы знаете, маленькая девочка, 15-летняя, и к ней проявляет интерес взрослый мужчина, известный, популярный. И даже если ей неприятно то, что он делает, и даже если она как бы чувствует, что это что-то грязное, неправильное и нечестное, то она все равно как бы отвергнуть его, ну, видимо, не только из соображений своей карьеры. Я не думаю, что в 15 лет она думала о своей карьере артистке и была настолько прожженным человеком, что она вот позволяла ему делать с собой то, что он делал для своей карьеры. А просто потому, что это был кумир всех девчонок, все мечтали о нем, а тут вдруг он проявляет к ней интерес. Ну, то, что как бы вот ей было неприятно и нехорошо все это, то, как бы, видимо, это как бы погашалось тем, что он великий, он знаменитый и так далее. Я могу это понять, я могу понять ее чувства тогда, и я опять же говорю, что я никогда в жизни ни в коем случае не оправдаю этого человека, даже если это длилось два года, и все сказали, ну, что же она два года с ним встречалась, и вот сейчас она заявляет, что ей это все неприятно. Да, потому что, в общем-то, она была ребенком, а он знал прекрасно, что он делает, он знал, что он расслевает фактически маленькую девочку, но как бы его это не останавливало, и это, конечно, подлость, и это самое настоящее преступление, которое, в общем-то, наказуемо по закону за эту сажать в тюрьму. Не просто так эти законы придуманы. Придуманы потому, что взрослый человек, у которого совершенно другие мозги, и он понимает намного больше, чем ребенок, воспользовался невинностью и неопытностью ребенка, который, в принципе, не мог дать отпор даже в этой ситуации по той же причине, что она была, так сказать, под чарами его знаменитости, его успеха и так далее. Кстати, кстати, если вы помните недавнюю ситуацию с Майклом Джексоном, которая произошла несколько лет назад, когда Netflix выпустил свой фильм, где двое взрослых мужчин признавались в том, что у них была связь с Майклом Джексом, когда они были маленькие мальчики. Если вы помните, то они тоже не то, что не признавались в этом, они даже в какой-то момент, когда был над ним суд, они защищали его и говорили, что у них ничего не было, что все это была игра, это были детские игры, и никаких домогательств не существовало, и ничего такого противозаконного он с ними не делал. А потом вот прошло время, они выросли, и вот они вот это все вывалили на экраны телефильма. Но дело в том, что тогда тоже было очень много споров, не то слово споров, просто мир разделился на две части. Одна половина была за Майкла Джексона, утверждая, что все это вранье, этого быть не могло. И они просто хотят хайпа, денег, известности. Другая половина человечества говорила, что да, это, возможно, правда, судя по тому, какие слухи ходили вокруг Майкла Джексона всю его жизнь. И да, они верят этим мужчинам, которые всю жизнь молчали и сейчас признались, потому что изменилась ситуация в мире. Опять же, их обвиняли в том, что у Майкла Джексона нет живых, поэтому легко сейчас топтать умершего человека. То же самое выдвинули Елене Прокловой, которая говорила о человеке, об артисте, которого уже нет в живых. И это было главное обвинение, которое ей предъявили, потому что говорить о человеке и обливать грязью человека, которого нет в живых, который уже умер, легко, потому что он не может встать, он не может сказать, что это все неправда. То есть, в общем-то, есть в этом поинт, я могу это понять, но вот так сложилось, как сложилось. Еще раз повторюсь, я верю Елене Игоревне, я верю, что все это было. Я могу понять, почему она молчала столько лет. И вот, если честно, после того, как я посмотрела этот фильм, меня охватил ужас. Я подумала, боже, какой кошмар, бедная девочка, что она пережила, несчастная Елена Проклова. А потом, вы знаете, как Ютуб работает? Вы что-то посмотрели, а потом он вам начинает предлагать похожие темы, и предложил мне Ютуб фильм, который был снят полгода назад, НТВ, каналом НТВ, четыре серии о Елене Проклова, где она сама рассказывает о своей жизни, о своих романах, о своих отношениях с мужчинами. Я, если честно, для меня это все было новостью, потому что, еще раз повторюсь, я за ее жизнью, тем более лично, я вообще не следила никак, понятия не имела, с кем она встречалась, с кем у нее были романы, за кого она выходила замуж, сколько раз она была замужем. В общем, ничего этого я не знала, и вот я с интересом, с интересом посмотрела. И, в принципе, я поняла, почему, так сказать, стыкали пальцем, перстом в этого актера, потому что Елена Игоревна в этом фильме сама рассказывала о том, что как бы он за ней ухаживал, что он даже приезжал к ней домой и предлагал ее родителям, так сказать, просил у них руки в то время 15-летней дочери, в то время говорил, что он подождет ее, когда она станет совершеннолетней, он разведется со своей женой, он был в нее влюблен, и, в общем-то, ну вот официально, даже официально просил руки, ее руки у ее родителей. И вот тут у меня произошел какой-то, знаете, разрыв шаблона, что называется. Этот фильм был снят полгода назад, всего лишь полгода назад. Елена Игоревна в этом фильме с теплотой и некоторым такой ностальгией рассказывала про то, как ухаживал за ней и этот актер, и многие другие актеры, и какие у нее были романы в ее жизни. И вот про этого актера, про которого она сейчас в последней передаче говорила, что он сломал ее жизнь, что он сломал ее психику, она говорила довольно тепло, с такой нежностью, воспоминанием, что да, она была маленькая девочка, он был известный актер. Да, здесь она уже назвала его имя. Два года у них длился роман, и тут у меня произошел такой щелчок. Знаете, вот полгода назад, когда этот фильм снимали, никому не пришло в голову, что этот артист имел отношение, роман с 15-летней несовершеннолетней девочкой. Ни у кого это не вызвало ужас, ни у кого это не вызвало какие-то эмоции, какие-то мысли о том, что это все неправильно, что это незаконно. Как это может быть? О чем она говорит? Она говорит о том, что в 15 лет у нее был роман со взрослым мужчиной, и она рассказывает об этом с ностальгией, в общем-то, и режиссер фильма, в общем-то, продюсер, все зрители, все, кто участвовали в съемках этого фильма, и миллионы людей, которые посмотрели этот фильм по каналу НТВ и на Ютьюбе. Я даже прочитала комментарии, если честно. Один комментарий я нашла, где было написано, люди, о чем вы говорите? Она рассказывает о том, что взрослый мужик имел отношение с ней, когда ей было 15 лет. Его надо было в тюрьму посадить. О чем вы говорите, что какая она такая вот замечательная женщина, что она в 15 лет сводила с ума взрослых известных артистов, с одним из которых у него был роман в течение двух лет. То есть, это такая типичная история, это история Лолиты, но в книге Лолита Гумберта посадили в тюрьму, а здесь, в общем-то, все знают, и все знали, еще полгода назад ни у кого не вызвало никаких эмоций рассказ о том, что у нее был роман со взрослым мужчиной, когда ей было 15 лет. Это, знаете, ну, вот какой-то... И вдруг сейчас, и вдруг сейчас она рассказывает об этом, она плачет, и все говорят, и все тычут в него пальцем и говорят, подлец, ублюдок, ну, в общем, ужас, кошмар, что происходит, что творилось. А что полгода назад вы когда смотрели этот фильм? То есть, то, что она тогда говорила об этом с теплотой и с нежностью, вспоминая свои отношения с этим артистом, у вас это не вызывало никаких мыслей и отрицательных эмоций. А сейчас, когда она рассказала это с другой стороны, понимаете, противоречие на противоречие. У меня возникло некоторое такое, знаете, смещение вообще понятий, вообще того, что происходит, но даже не в том смысле, что Елена Игоревна как бы путается в показаниях, так скажем, полгода назад в фильме она рассказывала с ностальгией об этом романе, а через полгода она плачет перед многомиллионной аудиторией и рассказывает, что этот артист искалечил ее жизнь, поломал ее будущее, вся ее жизнь, все ее отношения с мужчинами в течение всей ее жизни стали не такими, неправильными, и, в общем-то, она всю жизнь была очень боялась связи с мужчинами, потому что близости с мужчинами, так скажем, потому что из этого романа, который произошел, когда ей было 15 лет, но потом, опять же, посмотревши этот фильм четырехсерий, я поняла, что Елена Игоревна в течение всей своей жизни имела романы практически со всеми артистами, с которыми она снималась, многих из них она уводила из семьи, в общем, не счесть было романов у нее со всеми абсолютно известными артистами и на здоровье, и ради бога, это ее жизнь, они оба были взрослые люди, то есть оба, все участники ее жизни, так скажем, и она, на тот момент были взрослые люди, и это уже совсем другая история, понимаете, а когда мы говорим о детях и о детских впечатлениях, это совсем другая история, но, опять же, у меня возник некий диссонанс между тем, что она рассказывала в этом четырехсерийном фильме не только про связь с этим артистом, а вообще про всю свою жизнь и тем, что она рассказывала про свою, так сказать, молодость и начало своей карьеры в кино в этом вот интервью, которое она дала в передаче «Секрет на миллион», потому что как-то это все вместе не стыкуется и не связывается. Я еще раз повторюсь, я верю ей, я верю, что с ней эти происходили все события, я верю, что это было против ее воли, но дальше уже у меня возникают некоторые сомнения, поскольку, как она говорит, что это отразилось на ее жизни, вот как бы сломало ее жизнь, сломало ее как женщину, сломало ее как личность, как человека, а потом я смотрю фильм на четыре серии про ее феерические романы абсолютно со всеми самыми известными звездами советского кино, всех возрастов и поколений, в общем-то, самыми желанными, самыми известными мужчинами Советского Союза, у меня возникает ну вот некоторое смещение такое, знаете, вот, и на этот, вот по этому поводу я хотела вот за уши, как бы скажем, притянуть наше движение МИТУ, наше североамериканское движение МИТУ, потому что я хочу сказать, что с правильной, хорошей идеей того, что женщина не должна молчать о насилии, женщина не должна молчать, когда ее используют, женщина не должна молчать и стесняться говорить, когда она становится жертвой, это движение очень-очень часто используют для того, чтобы расквитаться с кем-то, отомстить кому-то, испортить кому-то жизнь, начиная от начальника, который тебе не поднял зарплату, и кончая политического противника, которого пытаются уничтожить вот таким вот способом, найдя кого-то, кто говорит, что там 30 лет назад он ко мне домогался, он ко мне приставал, и вот сейчас я вышла и рассказываю про это, и доказать ни в одну, ни в обратную сторону, естественно, это уже невозможно, еще раз повторюсь, что на моем континенте североамериканском, в котором я живу, верят женщине практически 100%, может быть, потом суд до дела пока разберутся, но карьера человека испорчена, жизнь его испорчена, жизнь его семьи испорчена и, в общем-то, растоптана и уничтожена, и вот у нас, например, был премьер в Антарио, у нас были выборы премьер-министра Антарио, не Канады, а именно нашей провинции, и один из кандидатов, который баллотировался на должность премьер-министра, вдруг возник страшный скандал вокруг его имени, какие-то две женщины выступили с обвинениями, что он домогался их, когда они были совсем молодые, там, по-моему, 16-17 лет или что-то такое, в общем, вообще несовершеннолетние, это конец, это, знаете, в Канаде, это не то, что конец карьеры политической, это конец карьеры любой, в любой области, это конец вообще вашей жизни и вообще всего, то есть вас уничтожают, и вы перестаете существовать, физически вы существуете, но как личность, как специалист, как политический деятель, вы перестаете существовать, вы становитесь прокаженным, к вам боятся подойти близко, и вообще с вами перестают дружить ваши друзья, я, в общем, это просто вот эта вот культура отмены, что называется, человека, когда на него кто-то показал пальцем и сказал, что он производил какие-то неправильные действия с человеком, с женщиной или с мужчиной, который был в то время несовершеннолетний, это конец. Естественно, он убрал в эту же минуту, он убрал свою кандидатуру с поста претендента на должность премьер-министра провинции Антарио. Он, правда, сказал, что это неправда, что этого всего не было, что это не существовало и как бы что его оболгали. Но из выборов он, так сказать, свою кандидатуру с выборов он снял. Судоделы разобрались, что это действительно все было неправда. Я уже не помню, если честно, как, то ли эти девчонки признались, то ли как-то вот он нанял сыщика и он как-то выяснил, кто их нанял. Девчонки признались, его оправдали, сказали, упс, извините, мы ошиблись, но премьер-министром провинции Антарио он не стал, он, правда, стал мэром одного из городов. Он не ушел из политики, потому что он как бы отмыл свое честное имя. И это, по-моему, единственный случай за всю историю движения МИТУ, что я знаю, что человек отмылся от этих обвинений и вернулся как бы в тот род деятельности, особенно в политику, в котором он находился до того, как против него выдвинули эти обвинения. И я хочу сказать, что история вот с Еленой Прокловой и с этим самым артистом, которого имя она не назвала, которого уже нет в живых, навела меня на мысль о том, насколько легко обмазать человека грязью, насколько легко сказать про кого-то, то, что он сделал что-то не то, что он должен был делать. И все в это верят без малейшего, как бы, без малейшей попытки разобраться, без малейшей попытки понять, что на самом деле происходило. Но я не совсем права, не то, чтобы все верят. Я слышала, что очень многие обвиняли Елену Проклову в том, что она обвиняет невинного человека. Не все поверили, но очень многие поверили ей в ее историю. Я в том числе поверила. Я только хочу сказать, что я не могу огульно тыкать пальцем в человека, вина которого не доказана. Я верю, что с ней произошло то, что произошло, но я не могу называть имя человека и как все это сделали в интернете и тыкать пальцем в него, что вот он, это он, это сделал он, это он виноват. Даже если вы так считаете, даже если у вас есть какие-то мысли и доказательства, но, повторюсь, существует презумпция невиновности, про которую, по-моему, все забыли. И я вам скажу, что я, как мама троих мальчиков, страшно боюсь за их будущее по причине того, что вот в наше время очень просто, очень легко расправиться с кем-то неугодным тебе вот путем вот таких вот обвинений, доказать которые практически невозможны. И существующая практика того, что на слово верят женщине, которая кого-то в чем-то обвиняет, особенно, когда это происходит с кем-то, которого нет в живых и человек не может оправдаться, или если человек, который, в принципе, занимает какую-то должность в политике или в другом каком-то месте, то есть убрать неподходящего вам человека только потому, что вы, допустим, метите на его место, или вы хотите просто отомстить ему, или вы просто злы на него за что-то, или вы хотите отомстить его жене, но таким образом вы мстите через него. Настолько сейчас просто и настолько сейчас вообще, то есть вообще ничего не нужно, ничего не нужно, не нужны никаких доказательств. Я вам хочу сказать, что это действительно очень-очень неправильная практика и очень порочная практика, которая из хорошего, правильного движения превратилась в какое-то, знаете, пугало для любого мужика, который просто в принципе может быть уничтожен любой женщиной в любое время, когда ей захочется уничтожить этого человека. Я хочу еще раз повторить, чтобы вы не понимали меня неправильно. Я за то, чтобы женщины не молчали, я за то, чтобы женщины говорили о том, что с ними происходит, я за то, чтобы виноваты несли наказание в том, что они совершили, особенно, если это касается детей, особенно, если это касается детей, но я и за то, с другой стороны, чтобы существовало, существовал какой-то институт, доказательств того, что произошло, то, что произошло, огульное обвинение человека в каких-то грехах, без того, чтобы доказать каким-то образом или хотя бы провести хоть какой-то параллель, хоть какую-то экспертизу того, что происходит и каким-то образом попытаться найти какие-то доказательства или какие-то образом быть более или менее лояльными к обеим сторонам, понимаете, я вот за это, я за против того, чтобы сразу в кого-то тыкали пальцем, кричали отту его, потому что этот человек может оказаться невиновным и вы просто испортите ему всю жизнь, ему, его семье. Это просто параллели, которые у меня вызвало вот это интервью Елены Прокловой, произошло после этого и я вот на эту тему хотела поговорить даже не столько о Елене Прокловой, столько о явлении, которое отменило существующую веками презумпцию невиновности по отношению к человеку, который что-то совершил, а возможно не совершил, но которого огульно обвиняют, потому что вот все так решили, что это вот так и есть. Все, сегодня такое было невсюлое видео, серьезное, грустное, я прям такая вся сижу в очках, такая профессоры, мадам-профессоры, мадам-прокуроры. Все, дорогие друзья, я надеюсь, что вам было интересно, я надеюсь, что мы встретимся в следующем видео и поговорим о чем-то еще другом или если вы не любите мои разговоры, то вы можете переходить у меня тут и одежда, и примерки, и сейчас ремонт у меня идет, поэтому у меня есть ремонтные влоги, вот, кому что нравится, буду очень вам рада, встретимся с вами в комментариях, говорите, рассказывайте мне, что вы думаете на эту тему, мне прицелую, как всегда, ваша Дита, пока-пока-бай, привет из Канады! как-то на эту тему, а Name, как там, заставлю, чтобы вы не покидали, чтобы вы не заселили, чтобы вы не проселили. Продолжение следует...